Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Сегодня я продолжаю покупать активы равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 10 тысяч рублей, а равные временные промежутки – это неделя. Прочитайте текст на экране, здесь написано подробнее о данном инвестирования, а в ролике мы с вами сэкономим время. Так, сейчас вы видите приложение «Результаты моих предыдущих всех покупок». Я пролистываю сейчас для вас медленно, все это можно увидеть здесь. Ну вот, до конца дошел. Так, естественно, будет сегодня в ролике и таблица с итоговыми цифрами, но она будет чуть попозже. Общий результат по этому портфелю сейчас, как вы можете видеть, 16% с небольшим. Это вот маленькие зеленые цифры. Это прирост за все время, это процент прироста. Покупки в этом ролике совершаются, как всегда, во вторник утром. Начальную часть видео до покупок я иногда записываю накануне вечером. Вот сейчас как раз и происходит это самое действие накануне вечером. Как вы уже знаете, активы, покупаемые в рамках этого видео, так называемого оранжевого инвестирования, это цвет обложки оранжевой, у меня соревнуются с активами, которые я покупаю в инвест-клубе. Это уже происходит довольно долго, больше двух месяцев. Соревнования, суть соревнований сейчас у вас на экране, вы это можете прочитать. Сравнивать есть смысл только по конечным суммам. На доходность в процентах обращать внимание смысла нет никакого. Она будет разной за различных дат начала инвестирования по этим двум счетам. На скриншотах видна ситуация на вечер понедельника. В оранжевом инвестировании заметно подросли китайцы, вы это знаете, и продолжается рост российского рынка. Довольно серьезный рост. А на рублевую сумму активов в инвест-клубе сейчас давит курс доллара. Дополнительно вот в данный момент рынок дает хорошие возможности покупать скорректирующиеся бумаги в инвест-клубе. Там несколько бумаг реально хорошо скорректировалось. В общем, в инвест-клубе у меня покупки иностранных активов на СП-бирже, и периодически я там дополнительно публикую важные, интересные посты по инвестированию. В инвест-клуб можно попасть через основной бесплатный телеграм-канал. И там я тоже делаю дополнительные посты, которые не вписываются в формат Ютуба. Но на бесплатный основной телеграм-канал подписывайтесь осторожно, только по моей ссылке, ну, чтобы не нарваться на мошенников и на созвучные каналы. Ссылка на бесплатный телеграм-канал, как всегда, внизу в описании к видео. Так, ну, продолжаю. Смотрим, что сейчас вот произошло за неделю и кого текущие тенденции на ключевых рынках. Давайте сначала посмотрим американцев, что там с американцами происходит. Здесь я традиционно открываю Сбербанковский фонд. Это Сбер-СП, СНП-500. И, соответственно, здесь у меня прирост почти 18%. Вы это можете видеть, если различаете такие мелкие зеленые цифры. Открою, давайте график. В общем, смотрим на него. Американцы продолжают пытаться выкупить свою коррекцию. Сразу это сделать не удалось. К тому же небольшое укрепление рубля сказывается негативно, вот конкретно на нашем графике на цене этого пая. Сам факт того, что коррекцию сразу не выкупили, говорит о том, что покупатели задумались, засомневались. К тому же текущая статистика американская по потреб спросу, безработице и ряду опережающих индикаторов заставляет засомневаться в дальнейшем безоблачном будущем экономике США. Ну, реально, как бы проблемы начинают проявляться. Дополнительно давит явно повышенная инфляция и высокая доходность десятилетних казначейских облигаций. Негатива уже хватает по Америке. Если еще дополнительный ФРС на ближайшем заседании скажет что-то новое, важное по изменению денежно-кредитной политики, то снижение на фондовом рынке может и продолжиться. В последнее время перед очередными заседаниями Федрезерва рынки начинают заметно нервничать. Ну, я уже об этом говорил, да вы и сами это наверняка замечали. Так, далее, давайте посмотрим в этом портфеле на китайцев. Так, где у меня китайцы здесь? Ну, вот китайцы, они сейчас по центру, вы их видите. Здесь у меня минус почти 10% красной цифры. Давайте откроем этот график. Так, ну, тут снова ничего хорошего. Я не ошибся, по Китаю нет ничего хорошего, кроме информации о встрече Байдена с лидером Китая. Там не совсем встреча намечается, будет что-то типа видеоконференции. Именно эта новость сейчас поднимает котировки китайских акций. Ну, вот вы видите, в конце графика небольшой задер получился. А по фундаменталу, по китайским активам, ничего хорошего пока реально нет. Тема строительной кампании Эвергранда не окончена. Долговые проблемы в Китае все пока еще остаются, никуда не деваются. Но появилась надежда, что могут смягчиться проблемы, связанные с конкурентным политическим противостоянием Китая с Соединенными Штатами Америки. Ну, вот на этой позитивной новости небольшой рост и наметился. По Китаю новостей сейчас выходит довольно много, ну, различных, да. Также ждут новостей по Эвергранде и по другим компаниям с долгами. Так что и настроения на фондовом рынке могут быстро поменяться. Ну, как говорится, здесь будем посмотреть. Так, далее, давайте еще посмотрим фонд на российские акции. Это будет фонд СБМХ. Это Сбериндекс Мосбиржи. Здесь прирост, конечно, красивый. 71%, вот вы видите, да. Давайте откроем график. Тут у нас все очень даже хорошо. Ну, это действительно видно на графике. Газпром, правда, немного притормозил уже, но Сбер продолжает тащить рынок вверх. При этом основная причина вот такого хорошего роста в том, что растет цена на нефть. Ну, и в том, что в условиях энергетического кризиса российские активы сейчас, похоже, выглядят привлекательно. Как долго продлится такая радость, неизвестно, я не знаю. В более далекой перспективе, скорее всего, с нефтью все будет не настолько радужно, как сейчас. Ну, и почему-то все дружно забыли про недавнее обострение санкционной риторики. Скоро могут вспомнить и об этом. Так, давайте, продолжая выпуск, и сейчас о портфеле конкретнее. Перейдем к структуре инвест-портфеля. Сейчас вы видите ее на экранах. А в данной таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Первая – цветовая область сверху – это класс активов акций. Вторая область, выделенная цветом облигации. Золота сейчас нет. Далее выделен кэш, состоящий из рублей и из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. А сейчас я дополнительно вывел на экран более укрупненную диаграмму с объединением некоторых похожих фондов. Так, на мой взгляд, общая структура портфеля становится яснее и понятнее. Ну а теперь несколько слов о доходности этого инвестирования. Для этого мне нужно открыть портфельную аналитику. Я уже нажал. Здесь далее будет видна вкладка «Портфель». Зелеными цифрами написан доход по этому инвестированию. Ну вот смотрите, здесь сейчас у меня получается 73 590 рублей. Соответственно, это то, что образовалось в виде прироста по активам. И 1000 с небольшим – это дивиденды. Все это вместе, естественно, формирует общий доход этого инвестирования. Номер выпуска в названии видео – это номер недели. Ну, чтобы было понятно, как долго происходит инвестирование. Так, теперь пора начинать покупки. И вначале нужно перевести деньги на брокерский счет. Давайте, нажимая кнопку «Пополнить», она была по центру. Здесь я выбираю сначала долларовый счет. И мне здесь понадобится 20 долларов. Набрал 20 долларов и уже пополнил. Вот вы видите, что все переведено. Теперь будут рубли. Значит, общая сумма должна быть 10 тысяч рублей всего. Поэтому учитывайте 20 долларов по примерно текущему курсу. И дополнительно перевожу с карты на брокерский счет еще 8550 рублей. Нажал «Пополнить». Набрал 8550. И, соответственно, пополнил этот счет. Так, ну, деньги все переведены. Давайте, начиная уже покупки. И куплю акции биотехнологических и фармацевтических компаний. Тиньковский фонд «Биотех». Ну, вот он у меня здесь уже выведен по центру. Я на него нажал. Вы видите график, да? Сектор этот биотехнологический сейчас в очередной небольшой коррекции. Покупка произойдет не на максимуме. Это однозначно радует. Отрасль биотехов очень интересна. Однозначно она имеет перспективу в долгосрочной, так как население планеты стареет. Продукции и услуги этих компаний всегда будут востребованы. Но данный сектор очень волатилен. Компании зачастую резко падают или растут из-за регуляторных действий, новостей по новым разработкам и срокам действия лицензии на различные препараты. Кстати, сейчас у меня вот в инвест-клубе за короткий период времени неплохо выросла одна компания из этого сектора, а две компании заметно скорректировались. В общем, риски здесь есть, но и долгосрочная перспектива тоже присутствует. Перехожу к покупке. Купить я здесь хочу 200 штук. Соответственно, два лота и нажимаю в одном лоте 100 штук. Ну вот, уже куплено, да? Ну а на популярнейший вопрос, зачем покупать фонды, если они не платят дивиденды, я ответил вот в этом видео. Там рассказано, как из таких фондов создается дивидендный поток. И показано, что дивидендную зарплату в этом случае тоже можно сформировать и спокойно жить на нее в будущем. Смотрите там с примерами и много конкретики по данному вопросу. Продолжаю покупки. Сейчас я хочу купить фонд FXUS. Ну вот он у меня первый здесь в списке. Давайте открою график сразу. Это фонд акций от провайдера Финекс. В нем американские акции. Фонд совсем недавно пережил сплит, то есть снизил стоимость за 1 пай. Теперь покупать его небольшими частями становится удобнее. Дивиденды реинвестируются внутри фонда, это нормально. Американский фондовый рынок сейчас немного корректируется. Покупка получится не на максимуме. Это хорошо видно на вот графике, да? Долгосрок – это однозначно хорошее приобретение. Но надо быть готовым к тому, что доходности пузырящихся рынков в будущем будут небольшими. Во всяком случае, некоторое время. Ну а если все обвалится, значит будет шанс купить существенно дешевле. Покупаю. Здесь я хотел купить 70 штук. Соответствующее количество 70 я и набираю 70 лотов. И покупаю то, что хотел. А сейчас напомню, что у меня баланс риски и диверсификация контролируются. Я за этим хорошо слежу. Если вы не понимаете, что такое сбалансированный риск и правильное распределение активов, то читайте нужную литературу. А вот эта вот обложка к видео как раз о важных книгах. Изучайте, пожалуйста. Продолжаю покупать. Сейчас куплю фонд FXDM. Он включает в себя акции крупнейших компаний развитых стран, кроме США. В него входят акции компаний из около 20 развитых стран. Крупнейшая доля здесь приходится на рынки Японии, Великобритании, Швейцарии, ну и так далее. Кстати, вот в этом видео я довольно подробно разобрал плюсы и минусы этого фонда. Смотрите, изучайте, разбирайтесь. Фонд явно интересен мне для валютной диверсификации портфеля. Покупка тоже будет не на максимуме, это прямо хорошо видно. Покупка будет по хорошему курсу евро. Даже получается, что покупка произойдет на заметной коррекции. Думаю, также очевидно, что достаточно устойчивые валюты развитых стран станут хорошей альтернативой доллару. Будут эффективно разбавлять риски рубля и доллара, балансировать портфель. И сейчас я, конечно же, рад такой вот коррекции по активам этого самого фонда. В общем, покупаю я здесь 30 паёв. 30 паёв набрал, 30 лотов нажал. Кубка произошла. Перед следующей покупкой обращу ваше внимание на то, что я сделал отдельный плейлист вот с этими роликами. Сейчас вы увидите несколько обложек обзорных роликов по фондам. Плейлист называется «Обзоры фондов». Смотрите, там много важного и интересного. Так, сейчас я продолжаю покупать и в этот раз приобрету фонд FXES. Это «Киберспорт» и «Видеоигры». Ну вот, я уже открыл график. Тут тоже красивая коррекция и грех ей не воспользоваться. У фонда остаются перспективы роста на будущее. Покупаю я здесь 30 лотов. 30 лотов, соответственно, и наберу сейчас. 30 лотов нажал. Кнопка «Купить» нажал. На сегодня это всё. Всех здоровья и большого профита. И да пребудет с вами села сложного процента.